Армия 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 Но, конечно же, на концерте не только пели и танцевали. Со сцены прозвучало множество напутственных слов в адрес тех, кто уже сегодня является призывником и в адрес школьников. Ну а школьникам, приехавшим в эту воинскую часть, я хочу пожелать, чтобы вы посмотрели, как живут солдаты. Не стесняйтесь, спрашивайте, что вас интересует. И когда наступит время, через год-два, я желаю, чтобы вы тоже без колебания приняли решение, которое необходимо принято. Поэтому всех с праздником, с днем призывника. Смотрите, я хочу, чтобы вот этот день не прошел для тех, кто приехал сюда зря. Вы что-то узнали нового и, может быть, приняли уже окончательно, что будете делать дальше. Всех с праздником, удачи! Рассказали о своих впечатлениях от прохождения службы в армии те, кто совсем недавно отслужил. Ровно год назад я был на таком же празднике, правда, районном. И тогда я относился достаточно эстетически к словам тех людей, которые также напутствовали мне и говорили, что ты будешь солдатом, станешь мужчиной и так далее. Я тогда думал, что это, на самом деле, все неправда, что это ложь, клевета. Но отслужив год военнослужащим вооруженных сил, я понял, что на самом деле вы становитесь действительно мужчинами. Вы задумываетесь о смысле жизни, о каких-то дальнейших своих действиях, о том, что вам надо строить семью, что вы уже не дети, что вы взрослые и так далее и тому подобное. После концерта ребят ждало знакомство с бытом воинской части. Началась экскурсия с посещения музея, а продолжилась уже в казармах. Школьникам показали не только, где проводят свое время солдаты, но и наглядно продемонстрировали на учебных местах средства связи, оружие и другие приспособления, используемые в армии. Самое интересное ждало на полигоне. Здесь ребята смогли применить полученные до этого знания на практике, например, постреляв в тире. Основная задача поездки – показать, что не нужно бояться идти в армию. В этом может помочь убедиться и разговор с нынешними военнослужащими. Я хотел бы пожелать удачной службы, чтобы все шли в армию. Физические данные улучшились. В принципе и все. В армию стоит идти. То, как воспринимают молодые люди будущую службу, во многом зависит от патриотического воспитания в семье и в школе. Я сама очень горда, что занимаюсь именно этим родом деятельности, что я учитель. И самое главное, что я учитель ОБЖ. Патриотизм, который мы вообще должны развивать в детях, в нашей школе он движется, ну, если не в том лучшем виде, в каком он должен быть. Но, во всяком случае, мы очень все стараемся. И я, и наш зауч по воспиталке. И надеюсь, что мои мальчики, в общем-то, со мной солидарны, наверное. Ни один из них ни разу мне не сказал что-то противное против армии, что-то такое вот, что-то я не хочу пойти в армию. У нас даже мысли, у нас речь об этом не идет. Побывав в воинской части, многие из ребят укрепились во мнении, что в армию идти нужно. Я бы сказал, что я в восторге. Мне все очень понравилось, особенно организация, ответственность, мероприятие. Все было здорово. Насчет армии, конечно, ничего не поменялось. Я как и хотел, так и хочу пойти в армию. Скорее всего, в танковые войска, конечно, если попаду по возрасту. Ну, по росту.